Тут целая операция. Пожарные, лестницу достали, какой-то шланг. Я думаю, что, господи, случилось? Кто-то утонул, но нет. Санкт-Петербург. Наши дни. Наряд МЧС приехал к участку реки Фонтанка, чтобы смыть водой из шланга, сделанную на льду надпись «Навальный». Сперва поливали ее водой из шланга, но для полной ликвидации не хватило напора, после чего к набережной подъехала поддержка – несколько полицейских машин. В итоге с совместными усилиями МЧС и МВД надпись все-таки ликвидировали. Кто вызвал спасателей и полицейских, не сообщается. Все было так хорошо, пока не появился «Навальный». Все было же так здорово. Российский режиссер Алексей Красовский передал Фонду борьбы с коррупцией свою кинонаграду «Ника». Передал свою «Нику» Фонду борьбы с коррупцией ФБК, пишет Красовский. Несколько лет назад я получил эту награду из рук режиссера Павла Чухрая. В этом году мне предстояло уже в качестве члена Академии выбрать лучшие картины и лучших создателей. Однако среди документальных фильмов я снова не увидел работ Фонда. Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым. Разумеется, я это сделал не от лица всей Академии, а от себя лично, передав ее как талисман. Пусть богиня победы принесет теперь удачу им. Мне она помогла. Четко. Получается у вас действительно. Умеете. Могете просто. Проект выпустил первую часть расследования под названием «Золотые клетки». В нем рассказывается о покупке Путиным дачи Леонида Брежнева. Земельный участок площадью 26 гектаров, часть которого относится к памятнику садово-паркового искусства «Малый Ливадийский парк», состоит из четырех спальных корпусов, четырех открытых и одного крытого бассейна, летнего домика, бара, климата павильона, оранжерея, административно- и служебно-бытового корпуса с гаражами. Общая площадь зданий – 14,5 тысяч квадратных метров. Полное расследование по ссылке в описании. Как там Украине? Больше четырех сотен российских академических музыкантов подписали открытое письмо к российским властям с требованием освободить Алексея Навального и всех политических заключенных, а также начать диалог с оппозицией. В обращении, названном «Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны», сказано, что подписавшиеся не могут оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества и запрещаются мирные демонстрации и шествия. Нам говорили и будут говорить искусство вне политики. Но мы – ниже подписавшиеся музыканты из разных городов, из разных стран нашего единого мира. Как едино для всех музыка Моцарта, Баха, Петховена, Чайковского. Глубоко возмущены и крайне обеспокоены происходящими в России политическими событиями. Я не могу оставаться равнодушной, когда в стране происходят политические репрессии, когда арестовывают и убивают журналистов. Разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества, запрещенные, ратифицированные Россией конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожений. Запрещаются мирные демонстрации и собрания, а вся так называемая правоохранительная система заточена лишь на подавлении инакомыслия и преследовании политических конкурентов. Жестокие избиения мирных, безоружных людей, пыточные условия содержания и в некоторых случаях непосредственно пытки задержанных, а также абсолютная неподконтрольность силового аппарата общества. Вот та чудовищная ситуация, в которой оказалась наша Россия уже в 21 веке. Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла, к своей горячей стадии. Особняк под Геленджиком, известный как Дворец Путина, должен был быть достроен ко дню 59-летия политика в 2011 году. Сообщили BBC, двое участников строительства и добавили, что здание было построено, введено в эксплуатацию и закрыто только после того, как в нем в 2017 году обнаружили плесень. Рабочие утверждают, что она была обнаружена случайно, под фальш-стенами, которые прикрывали бетонную конструкцию здания. Поражает масштаб демонтажных работ. Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона, говорит один из рабочих. Столько людей трудились, столько денег, столько материалов. Нам за каждую царапину доставалось. Все это из крутого привезенного дерева сделано, все эти кабинеты. Нам говорили, ребята, аккуратнее. А потом говорят, кабеля режьте, разбирайте, ломайте, стопками, стопками. И все это на свалку, на мусорку. По словам работников, в составе комплекса постоянно что-то достраивали и перестраивали. Мне кажется, там просто отмывают деньги. Строят и сносят, строят и сносят. Приехал кто-нибудь, ему не понравилось, и давай переделывать. Работаешь на одной площадке, перешел на вторую. Пока доделал, уже надо первую ломать. И так постоянно, говорит один из работников. Там был, к примеру, огромный спорткомплекс, тренажерный зал с правой стороны от дворца из мрамора. Строительство дорогостоящее, с очень необычной конструкцией. Я был удивлен, когда приехал экскаватор и просто начал его ломать. Под ноль. И на этом месте построили ресторан. Тренажерный зал простоял 2-3 года, добавляет он. По словам одного из строителей, проект переделывался 15-20 раз. Это? Это печально. Будем следить за развитием событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok